Здравствуйте! Я вот помню в 60-е годы, в годы, когда мы все очень боялись ядерного оружия, ходил такой рассказ, что разработали бомбу новую, вот сбрасываешь её, людей нет, а вот всё вот имущество, все дома, всё остаётся. Вот. Тогда, не знаю, какого названия такого никто не говорил, а потом стали называть эту бомбу нейтронной бомбой. И все, кто мало-мальски понимал ядерное оружие, стали недоумевать, а что, собственно, в этом чудного? Дело в том, что нейтронная бомба – это бомба очень маленького калибра, очень маленькой мощности. В ней вот эта цепная реакция прерывается в самом начале, едва начавшись. А что получается, когда происходит слабоядерный взрыв? Большая часть энергии выделяется в виде нейтронов, проникающей радиации, а меньшая часть – в виде ударной волны. Ну вот. Но на самом деле отдельное такое слово «нейтронная бомба» существует. Это боеприпас очень маленького калибра, как говорят. Но там обычная вот эта атомная бомба снабжена еще маленьким довесочком. А довесочек этот содержит диетерий и тритий. Диетерий и длитий, скорее всего. Вот. И в ней начинается термоядерная реакция. Термоядерная реакция – это замечательная вещь. Она такая очень чистая, не образуется продуктов деления, а только и летят нейтроны во все стороны 14-мевные. И вот все они там, значит, поражают. Эта специальная бомба, кстати, сделана не для того, чтобы уничтожить жителей, а дома оставить себе, а для поражения танковых колонн, танков. Потому что нейтронное излучение проходит через броню стальную и поражает личный состав, так сказать, насмерть, как говорится. Вот. Только для этого, для поражения танковых колонн. Кстати, есть еще один термин – грязная бомба. Вот. Ну, понятное дело, что на самом деле никакие террористы или террористические государства настоящую атомную бомбу сделать не могут. А вот, говорит, грязную могут сделать. То есть наберут много-много радиоактивных изотопов, которые будут очень сильно светить, и их, кстати, легко будет обнаружить. И разбросают их где-нибудь. Возрывом обычной бомбы. Но это, так сказать, изобретение, мне кажется, все-таки, скорее же, журналистов или озабоченных борьбой с терроризмом людей. А на самом деле есть такой термин. Его иногда называют кобальтовая бомба, грязная бомба. Ну, про нее-то писали. И большей части это персонаж из фантастических романов. Но это реальная вещь. Значит, берете атомную бомбу и облепляете ее толстым-толстым слоем. Ну, самое дешевое еще все это есть кобальт. Толстым-толстым слоем кобальта. Очень хорошо золотом. Это еще лучше будет. И вот во время взрыва поток нейтронов из этой атомной бомбы превращает вот эту оболочку кобальтовую, золотую, серебряную. Он превращает ее в радиоактивные изотопы. Огромное количество очень сильных, как сказать-то, очень активных изотопов разбрасывается по большой территории, чтобы ее заразить и сделать непригодной. Ну, понятное дело, что применение такого оружия, это просто самоубийственное такое вот занятие. Обычно такого рода изотопы, например, так сказать, кобальта, радиоактивный изотоп кобальта, действительно производится в атомных реакторах. Используется он в медицине, в неразрушающем контроле. Да, вот капсула с этим вот, с этим кобальтом, вот облучает какую-нибудь заготовку металлическую. С другой стороны стоит приемник, или просто положили пластинку, так сказать, фотографическую, на которой вот отпечаталось изображение той раковинки, или включение, которое было внутри заготовки. Или так можно вот убивать раковые клетки, например, какие-то еще обследования проводить. Вот для этого это используется. Ну а так разбрасывать, ну и самоубийственное же, всех забросает. Ведет в негодность территорию такой взрыв. Но для этого главное, чтобы сделать грязную бомбу, нужно иметь обычную чистую для начала. Вот в чем вся проблема. Чтобы что-то, как говорил, так сказать, кот Матроскин, чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Вот какая беда-то. Ну, всего доброго вам, до свидания. Всех благ, удачи.